Друзья, приветствую всех на своем канале Есть-Поесть! В этом году 8 марта совпадает с началом масленичной недели. В прошлом своем видео я делилась рецептом салата, который подходит к застолью по случаю обоих праздников. А сегодня, как и обещала, десерт. Великолепный, очень вкусный рулет из шоколадных блинов с творожной начинкой. Это масленичное блюдо, несомненно, украсит собой чаепитие, посвященное 8 марта. А список ингредиентов смотрите под описанием к видео. Итак, сделаю блинчики. Просею какао-порошок вместе с мукой и сюда же добавлю совсем немного соды, буквально 1 четвертую чайной ложки. Тщательно размешаю и пока отставлю. К яйцам добавляю сахар, соль и ванильный сахар. Взбалтываю и сюда же добавляю коньяк или любой ликер. У меня шоколадный. Если не считаете нужным, можете не добавлять. Выливаю половину кефира, размешаю. Добавлю смесь муки и какао. Еще раз размешаю. Доливаю оставшийся кефир и рафинированное растительное масло. Еще раз размешиваю. Разогретую сковороду смазываю растительным маслом, распределяю тесто и выпекаю блинчик. Затем переворачиваю и выпекаю с другой стороны. Готовые блинчики выкладываю на тарелку. Таким же образом пеку остальные блины. Отмечу, что лично у меня блинная сковорода уже старая, видавшая виды, и поэтому я смазываю маслом перед каждым блинчиком. А вы ориентируйтесь на свою сковороду. Из исходного количества теста получается 9-10 блинчиков диаметром 22 сантиметра. Пока блины остывают, сделаю крем. Беру творог, подойдет любой жирности. Добавлю сначала пару ложек сметаны и сделаю массу более однородной при помощи погружного блендера. Я не добиваюсь кремообразной консистенции, у меня остаются небольшие крупинки. Добавлю сюда сахар и размешаю. Отмечу, что сметану следует добавлять постепенно, ведь ее количество зависит от консистенции, а также от влажности творога. На каждый блинчик кладу немного крема, распределяю, скручиваю рулетиком как можно плотнее. Нужно постараться с самого начала, чтобы потом был красивый срез. Сворачивать нужно не до конца. Протру доску от остатков крема, отодвину трубочку к краю и положу внахлёст следующий блинчик. На него также выкладываю крем, распределяю и плотно сворачиваю. Продолжаю таким же образом делать рулет, пока у меня не закончатся все блины и начинка. Получившийся рулет выкладываю на пищевую пленку и оборачиваю его в несколько слоев. Пленка у меня узкая, поэтому мне приходится сворачивать сначала вдоль, а затем поперек. В процессе заворачивания я стараюсь еще уплотнить рулет. Затем, держась за концы пленки, я еще раз его хорошо прокатываю. Примерно так же, как при приготовлении мясного рулета или колбасок. В таком виде отправляю в холодильник часа на два. После этого удаляю пленку. Попутно отмечу, что блины для этого десерта лучше делать не маленького диаметра и не очень тонкие. Посмотрите, рулет хорошо уплотнился и прекрасно держит форму. Укладываю его на доску. Обильно посыпаю порошком какао и совсем немного сахарной пудрой. Наконец-то рулет готов. Его можно разрезать на порционные кусочки и подавать. Посмотрите, какой он красивый на разрезе. Как я уже говорила, отлично держит форму, не разваливается, хорошо режется. Самое главное, плотно его скатать. Начинка для этого рулета подойдет любая. Можно сделать заварной крем, а можно взять просто сметану с сахаром. Но безусловно, творожный крем сюда очень подходит. Он отлично сочетается с шоколадным вкусом основы. Сам рулет получается такой приятной консистенции, очень мягкий, вкусный и, в общем-то, необычный, не банальный десерт, я бы сказала. Если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк, а также обязательно напишите комментарий. Вам не трудно, а я буду рада. Смотрите на моем канале также и другие необычные рецепты с блинами. Например, десерт тирамису из блинов. Блинные трубочки, запеченные под безе. Рецепт блинов для взрослых, блины с ореховым кремом, ну и многие другие. Все эти рецепты вы найдете в соответствующем плейлисте, посвященном Масленице. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...